Аллилуйя! Слава Богу! Будьте благосоветны, дорогие друзья, те, кто нас смотрят, где вы смотрите. Мы знаем, что вы находитесь абсолютно в разных странах. И, конечно, основное наше направление – это русскоязычный мир и русскоговорящие люди, живущие в разных странах. Но я верю, что Бог может касаться иностранцев, те, которые думают на другом языке, живут и говорят на других языках, живут в других странах. Я верю, что Господь находит, знаете, как вода находит дырочку, Господь находит подход каждому человеку. И у Бога каждый человек на счету, и Он имеет цели для каждого. Поэтому будьте благосовенны. Прежде чем я буду проповедовать, у меня есть на сердце сказать ко многим верующим, так как я верю, что в основном эти передачи «Вера в действии» смотрят верующие люди, я хочу сказать о том, чтобы многие вещи, духовные вещи, мы не старались понять своим разумом. Мы не старались понять Бога душевно, осознать, все взвесить. Вы знаете, вот люди иногда переживают из-за того, что они не могут все понять. И они еще больше напрягаются от этого, они еще больше начинают загружаться. И знаете, у них может произойти такое, знаете, пук, и лопнуть вот этот мех, и вытечь все. Как бы такое прийти разочарование, что ничего не понятно. Вот до конца ничего не могу осознать, не могу понять Бога. Вот как и что, знаешь, что? Божье Царство – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Просто тот момент, тот уровень, до которого ты нашел, там и находись. Может быть, ты слышишь более что-то серьезное, и ты пытаешься туда прыгнуть. Нет, находись в своем классе, находись со своими одноклассниками духовными. Будь радуйся в Господе, это твой период в жизни. То, что ты пережил, то, что тебе Бог открыл, оставайся в этом. Конечно, задавай Богу вопросы, Он будет тебя вести. Но, я скажу, как многие люди делают ошибку, все пытаются разумом анализировать, и у них происходит разочарование. Они говорят, я уже и постился, я уже и молился, я думал, что я сейчас Бога познаю. Знаешь, тебе действительно нужна благодать. Для того, чтобы познать Бога, тебе нужен Бог. Тебе нужна Его способность. И есть вещи духовные. Их невозможно осознать физически. Их невозможно понять разумом. И поэтому нам Бог дал Дух. И сегодня тема проповедей будет называться «Мышление праведника». Первое, что меняется, когда человек приходит к Богу, это мышление. Мысли другие появляются. Появляются новые мысли. Я осознал, я четко, мне Дух Святой, я верю, что мне Дух Святой показал. В момент, когда я пережил рождение свыше, я показался. Через какой-то небольшой период времени, Господь мне показывает, что изменилось в моей жизни. И что именно изменилось в моей жизни. Мысли изменились в моей жизни. В моем разуме, в моем мышлении, внутри меня, можно так сказать, появились новые мысли, которых раньше не было. Их не было. Это точно их не было. И появились вот эти святые мысли. Слово Божье стало. Я стал думать о Слове Божьем. Потому что как узнать, что Бог пришел в жизнь человека? Бог – это Слово. Вначале было Слово. Его жизнь наполнена Словом. Некоторые люди довольствуются прощением грехов. Они говорят, Бог простил мои грехи. Да, Он тебе простил грехи и дал тебе способность жить новой жизнью. Поэтому теперь живи новой жизнью. Не просто говори всегда, Бог мне простил грехи. Да, это начало, это база. Но тебе дана новая жизнь, чтобы ты общался с Ним. Новое мышление приходит вместе с рождением свыше. И оно дается человеку, чтобы познавать Бога и Его волю. Мы не можем познавать Бога старым мышлением. Мы не можем, знаете, в роли Никодима приходить к Богу, общаться с Ним. И, знаете, религия, она всегда так пытается. Сама прийти к Богу. Да, если человек приходит сам к Богу и пытается общаться с Ним, то это религия. Тебя Бог должен позвать. Тебя Бог должен позвать. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Вы знаете, что когда мы избрали Бога, это не мы избрали, а Он нас избрал. А мы, почувствовав любовь Его, Его доброту к нам, отозвались просто. Никто не может сказать, вот я жил без Бога, и вдруг я Его избрал. Нет, если бы Он тебе не открылся, если бы Он не коснулся твоего сердца, ты бы никогда не избрал Его. Мышление праведника – это откровение Духа Святого. Новое мышление, да, мышление праведника. Раньше мы были грешниками, в статусе грешника мы жили. Мы могли быть тоже добрыми, отчасти добрый, отчасти злой, но мы были грешниками. Статус каждого человека, абсолютно каждого рожденного человека на земле, первый его статус – это грешник. Это грешник, лишенный благодати Божьей, лишенный славы Божьей. И потом человек из статуса грешника переходит в статус праведника. Я объясню как. И это никогда не может произойти автоматически. Это никогда за человека никто не может сделать. Вот я объясню вам. Вот каждый человек на земле рождается, скажем так, в статусе несемейного человека, правда? Например, мы пишем там где-то в анкетах, там, твое положение, там, например, там, как неженатый, незамужняя, да? А потом вот такой неженатый, незамужний, незамужняя, из этого статуса, например, незамужняя, она вдруг переходит в другой статус. Ее положение – в семейном положении, да? Или как правильно сказать? В семейное, да? То есть в браке. То есть человек из одного состояния переходит в другое состояние. Теперь другой образ жизни у него. Теперь у него есть семья, теперь он уже не один. Вот так же человек из статуса грешника, ему необходимо при жизни перейти в статус праведника. И что происходит? Печально, что многие праведники все равно называют себя грешниками. Так же, как многие семейные люди все равно живут одинокой жизнью, думают только о себе. А им бы надо уже думать о семье, а не думают о себе. Это должно произойти в мышлении, перемена в мышлении. Как Бог говорит человеку? Как? Через мысли. Как дьявол общается с человеком? Через мысли. Все происходит через мысли. Если у нас не обновленное мышление, то мы можем напутать, сделать большую путаницу, большие ошибки. Мы можем на дьявола сказать, о, это добрый, он добрый, он мне добра желает. Он на все мои похоти отвечает, на все запреты он разрешает мне делать, а вот на Бога, он мне говорит о какой-то святости, что мне нельзя и это делать, мне нельзя это, а я хочу, я свободный человек. О, это нехороший, значит. Понимаете, когда нет у человека нового мышления, мышления рожденного человека свыше, то он будет в своей жизни добро называть злом, а зло называть добром. Как и Павел говорил, доброго, которое я хочу, не делаю. Хочу, но не делаю, представляете? А зло, которое я не хочу, делаю. Почему? Живущий во мне грех. Это старый образ жизни человека. Это старый образ мышления. Не поменено. И поэтому многие люди не могут до конца осознать, что с ними происходит, когда они обращаются к Иисусу. Меняется мышление. Ты становишься свободным. Тебе вдруг открываются глаза. Вот так же самое, как у Евы с Адамом, когда они согрешили. Вдруг открылись их глаза, Библия говорит, и они увидели, что они наги, что они голые. До этого они не видели. Они были в славе Божьей. Они увидели, они стали другими. Так же и здесь происходит все наоборот. Теперь наши глаза, они открываются, появляется способность видеть славу Божью. Христианин, если он не видит славы Божьей, он не будет меняться. Писание говорит, что мы, взирая на славу Божью, преображаемся в тот же образ. Не в образ ангела. Не в образ архангела. В его образ. Мы становимся подобными ему. Это как дети, которые смотрят на своих родителей. И мы, дети, смотрим на своего родителя. На Отца Небесного. А если мы не видим его славы, мы не будем преображаться. У нас будет голова появляться, расти от новых знаний. Но преображаться в характере, меняться в жизни мы не будем. Для этого нам нужна слава Божья. Это то, что принадлежит каждому праведнику. И если ты перешел из статуса грешника в статус праведника, то тебе никогда не нужно возвращаться назад. Никогда. Тебе нужно идти этой праведной дорогой. Узким путем. За Иисусом. Может, этот путь будет неудобный. Может, ты единственный, кто из своего окружения будешь идти этим путем. Но он зато правильный. Он счастливый путь. В конце ты увидишь, насколько Бог любил тебя, ведя определенной дорогой, определенным путем. Матфея 4.4 Иисус говорит Никодиму. Он же сказал ему в ответ. Написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Как мы можем слышать слово Божие, которое Бог говорит? Исходящее из уст Божьих, это то же самое, что вы меня сейчас слышите. Слово, которое исходит из моих уст, вы сейчас слышите. Вот так же, это как говорится о том, что онлайн Бог лично вам говорит. Каким образом можно слышать Бога и жить этим хлебом? Каким образом? Получая откровение от Бога. В вашем духе вы получаете информацию, вы получаете откровение. Вы знаете, что многие люди, читая Библию, не питаются словом? Они читают слово Божье, но они его не слушают. Потому что слово нужно слышать. Иисус часто говорил, что блаженны ваши уши, что вы слышите. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит. Очень трудно слушать Иисуса, не имея нового мышления. Для тебя многое будет странное. Вот почему люди, которые еще не родились свыше, для них очень много странного в христианстве. Для них странное слово Божье. Они говорят, слушай, такая сложная книга. Для них все странное. Они считают, что если верующий посвящен, значит он фанатик. Представьте себе, люди, да? Они говорят, я тоже верю, но я не фанатично верю. Нет, ты не веришь. Ты живешь по традиции. И твоя традиция, религиозная традиция, никаким образом не относится к христианству и к Иисусу. Это традиция. Слово от Бога, да? Как Иисус здесь сказал, что человек будет жить всяким словом, исходящим из уст Божьих. Христианину необходимо слышать и питаться словом Божьим. Как? Через откровение. Потому что многие думают, что Бог будет говорить физически. Нет. Он может говорить физически, но Он говорит в мыслях. Он говорит в своем духе. И ты понимаешь это. Ты читаешь, и тебе открывается. А если тебе не открывается что-то, у тебя есть помощник, Дух Святой. И если тебе что-то не открылось, Бог ждет твоего желания. Он наблюдает за тобой, действительно ли ты это хочешь, чтобы тебе это открылось. Потому что многие люди хотят от Бога получить только, знаете, так. Ну, Бог, слушай, скажи мне, вот как вот это понимать? Да? Бог, знаете, промолчал, и человек такой, а, ладно. Потом человек такой, Бог, вот скажи, ну как вот это понимать? Вот как вот в этом вопросе. Раз Бог промолчал, человек говорит, а, ладно. Я так и знал, что Бог молчит. Да нет, Бог наблюдает просто за тобой. Тебе это действительно надо? Или ты просто так хочешь знать все? А просто так Бог ничего не дает. Ничего не дает. И чтобы Слово Божие услышать, тебе тоже нужно будет что-то для этого сделать, настроиться. Действительно, Бог должен увидеть, что ты, для тебя ценно Его Слово. И что ты Его пищу любишь. Ты любишь то, как Он готовит. Это вкусно, это хорошо. И ты поэтому не отступаешь. Ты говоришь, Дух Святой. Я вот смотрю, как баран на новые ворота вот в этом местописании. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Вижу, на моем языке написано все. Я не понимаю сути. Что ты хочешь сказать? И знаешь, если ты не будешь отступным, в один момент Дух Святой тебе откроет, ты скажешь, вау. О, тебе прямо будет открыто. Не вот так вот словами. Тебе просто все разом будет открыто, то, что тебе Бог сокрыл в этом слове. Питаться Словом Бога возможно только при наличии нового мышления. Мышления праведника. Когда ты перешел из статуса грешника, ты перешел, как израильский народ, перешел из Египта Красное море. Перешел. Ты туда не возвращаешься. Путь закрыт. И в мышлении тоже не возвращайся туда. Потому что Бог физически их отгородил, а умы-то Он не может это сделать. Это мы должны сделать. А в умах они там находились. Снова в Египте. Они уже перешли в новую землю. Уже все. Нет, они вспоминают, как было в Египте. Они говорят, давай вернемся. И давай то. Бог говорит, ну вот как мне с таким народом работать? Да уничтожить надо их всех. Что мне делать? У них, вот сколько ты с ними не занимаешься, у них ничего, никакой извилины не появляется. Я уже, сам Бог говорит, я им сказал, я веду вас в лучшую землю, где течет молоко и мед. Я сказал, сказал, все слышали? Нет. Они говорят, давай вернемся в Египет. И вы представляете, вот так Богу сложно работать с людьми, у которых нет нового мышления. Бог им говорит, они не верят. Они говорят, да вот лучше дайте мне зарплату поднимите там или что-то еще. Все о земле думают. Бог тебе открывает такие возможности, такие широты. Он тебе показывает будущее. Он говорит тебе, слушай, твоя жизнь на земле – это подготовка к жизни. Это еще не жизнь. А ты говоришь, я здесь живу. А Бог тебе говорит, это не жизнь. Ну и что, что ты состарился? Это не жизнь. Жизнь будет еще впереди. И то, от того, как ты подготовишься к этой жизни, так ты будешь жить вечности. Ты можешь быть рядом с Иисусом. Поэтому уразумей свою жизнь на земле. Пойми. Потому что большинство людей не понимают, зачем они здесь на земле. Они не могут понять, для чего они живут на земле. Для чего они уверовали? Почему они дальше живут? Почему? Что? Какая цель у них в жизни? Они не могут понять. И вы знаете, что? Хорошо, что есть такие непонятные нам вещи. Поэтому мы и приближаемся к Богу. Слушайте, если все будет понятно, все будет так прозрачно и ясно, зачем нам Бог? Мы сами скажем, мы Боги. После грехопадения человек стал разговаривать на другом языке. Вот так вот. Он перестал понимать и взаимодействовать с Богом. Перестал. Все. Произошло разделение. Он умер. Хотите пример? Вы можете поразговаривать с человеком, пообщаться, который умер? Что бы вы ему не говорили, он вам ничего не ответит. Вот так Бог пытается разговаривать сегодня с людьми. Они ему ничего не отвечают. Он говорит уже через одну ситуацию, через другую, через людей, через то. Многие люди как бы, как мертвые к Богу. Но на самом деле это не как мертвые, они мертвые и есть. Без нового мышления Богу не найти с человеком общий язык. Не найти. Вы знаете, вы знаете, почему Бог дал человеку закон? Раньше законов никаких не было. В Едемском саду мы не видим, что Бог какие-то законы придумал. Он просто инструкции дал. Плодитесь, размножайтесь. Обладайте всей землю. Властвуйте вы. Ты царь и ты царица этой земли. Вы хозяева этой земли. Я ее создал. Отдал вам во владение. Пользуйтесь. Начинаем. Поехали. Работаем. Живите, плодитесь, размножайте. Все. Охраняйте землю. Никаких не было инструкций. Того нельзя делать. Того нельзя делать. Единственное было, да, дерево в саду. Но посмотрите потом. Эти 10 заповедей, да. Всего 613. А почему? Да потому что человек все не то стал делать. Все не то стал делать. Не надо человеку, знаете, говорить о рамках приличия, если он себя ведет прилично. А если человек ведет себя безобразно, то ему напоминать. Слушай, нельзя так себя вести. Нельзя то делать. Нельзя это делать. Так почему столько нельзя? Потому что мы стали жить другой жизнью. Мы стали жить безобразной жизнью. Мы испортили Божью картину. Его шедевр. Богу пришлось исправлять. Послать сына своего. Уже некого больше посылать. Только сын может это все изменить. И сколько бы человек не стучался в жизнь. Бог не стучался в жизнь человека. Человек все равно остается мертвым. Вообще не осознает Бога. Не чувствует. И поэтому Бог решил. Мы сейчас прочитаем. Евреям 10 глава, 16 стих. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов и беззаконий их не вспомину более». Одно дело, когда написано на бумаге, на дощечке, да, и тебе говорят, так, ты согрешил, ты должен, ты там то, не то сделал. И представь, вся твоя жизнь состоит в том, что ты приходишь каждый раз, чувствуешь себя виноватым, что ты опять неправильно живешь, ты что-то опять неправильно делаешь, и ты Богу все никак не угодишь, и ты даже не понимаешь, как это можно сделать. И вот так жизнь до Христа, вот жизнь, она, как бы люди, они не могли угодить Богу. И тогда Бог говорит, я сделаю вот что. Вот завет, написано, это завет. Вот завет, который завещаем после тех дней. «Вложу законы мои в сердца их, в их дух». Вот при рождении свыше Бог вкладывает в свои законы. И если раньше ты вообще игнорировал Бога, теперь ты Его уважаешь, ты Его почитаешь, ты Его принимаешь, ты Его слушаешь, ты исполняешь Его Слово. Не потому что тебе говорят, ты должен, ты должен, ты должен. Ты грешник, ты должен заплатить. И уже идут взаимоотношения. Представьте, не надо говорить. Человек сам понимает это. У него в мыслях, что Богу надо делать подарки. Богу также можно делать радостные вещи. Вот я задам вам вопрос. Когда вы последний раз делали Богу подарки? Подарки. Вы подарили Иисусу что-то. А когда мы последний раз у Иисуса что-то просили? Когда мы у Бога что-то просили? За пять минут назад что-то просили, все. Нам дано новое мышление, мышление праведников. И оно не дано уже развитым. Оно также дано как бы с будущим. У него есть потенциал, который надо развивать. Мышление праведника – это как новый компьютер, который предназначен, чтобы его заполняли и пользовались. Ты раньше пользовался старым мышлением, греховным мышлением. Ты делал все в бунте против Бога. Ты грешил. Ты даже не осознавал, что ты грешишь. Ты даже не осознавал, что ты обижаешь Бога. Ты жил просто, это была естественная твоя жизнь. Только потом ты узнал, что оказывается ты был преступником. Ты приступал к Божьей заповеди. Но теперь у тебя появилось новое мышление. И что тебе нужно теперь делать с этим мышлением? Его нужно развивать. Его надо наполнять. Наполнять нужно. Вот почему мы кушаем, наши тела нуждаются в пище. Наше новое мышление тоже нуждается в пище, в Слове Божьем. Когда Бог с тобой говорит, и у тебя появляются откровения. Христианин, у которого нет откровения, у него нет по той причине, что дьявол украл, птицы прилетели и поклевали. Те откровения, которые Бог давал ему для его жизни, для его ситуации, для будущего, для кого-то. Мы же должны понимать, что есть вор, который приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Если мы про это забыли, мы живем налегке, а обкрадут. И потом ты будешь себя так плохо чувствовать, вроде бы ребенок Божий. А ты как эта пустота? Как ты вообще не чувствуешь себя ребенком Божьим? Слушай, тебя только что обокрали. А как человек может чувствовать себя, которого обокрали? Представь, ты с сумочкой. Приходишь, открываешь, там пусто, кошелька нет. Обокрали. Так будь внимательным. Общайся и будь на территории с Богом. И Бог тебе будет говорить всегда. Он же тебя предупреждает. Никто до этого так не, как бы, не проявил сатану, как сам это сделал Иисус. Потому что задача сатаны оставаться всегда в тени. Всегда, чтобы о нем вообще никто не говорил. И делать свои грязные дела. И мы видим, что Иисус наоборот его высвечивает. Он не прославляет, он не многословствует о дьяволе. Он не говорит только о дьяволе, но предупреждает. Предупрежден, значит вооружен. Слушай, если ты рожденный свыше христианин, тебе нужно молиться на языках. Тебе нужна сила Святого Духа, чтобы пребывать в единстве с Богом. Рожденный от Духа есть Дух, рожденный от Плоти есть Плоти. Поэтому, когда многие пытаются разумом понять, у них надрыв идет. Потому что это духовные вещи. Ты их не можешь понять. Ты их не можешь понять, если ты не родишься свыше. Читать и изучать Слово Божие. Тебе нужно читать. И я скажу так. Тебе не просто нужно читать. Тебе захочется читать. Тебе захочется больше знать знания о Боге. Тебе захочется знать Бога. Тебе захочется знать, что было до меня. Что будет в моей жизни. Что будет после меня. Тебе захочется знать пути Божьи. Тебе захочется знать волю Божью. И ты будешь это все изучать и читать в Слове Божьем, и наполняться Словом Божьим. Есть Его, есть Его, есть Его, и твой Дух будет наполняться, Он будет крепким, Он будет сильным, и Он будет функциональным. Следующее. Действовать на основании полученного откровения. Бог говорит через откровение. Бог говорит человеку через откровение. Чтобы тебе получать откровение свыше, тебе нужно быть духовным, тебе нужно перестраиваться. Ты же понимаешь, что раньше ты жил совершенно другой жизнью, но она для тебя теперь чужая. Теперь тебя ничего не связывает с этой старой жизнью, у тебя есть новая жизнь, новое мышление, мышление праведника, и тебе нужно теперь здесь жить. Ты теперь живешь в другой стране, в Царстве Божьем, там другие законы. Тебе нужно это все переосознать. Тебе нужно научиться теперь. Иисус сказал, кого Сын освободит, тот истинно свободным будет. Как Сын освобождает? Как? Просто говорит, будь свободен. Так многие люди, которых Он освободил, ушли в мир. Даже взять девять прокаженных. Иисус освобождает нас своим примером. То, как Он ведет себя с Отцом, Он показывает, и тебе так же надо вести себя с Отцом. То, как Он ведет себя с грешником, да, проявляет милость, любовь к грешнику, чтобы он пришел к Отцу Небесному. И нам нужно так проявлять себя грешниками. То, как Он ведет себя по отношению к дьяволу, к немощам, болезням. Вот что значит свобода. Вот что значит учение. Тебе нужно видеть Иисуса Живого в Писании. И для этого тебе нужно вот это мышление. Мышление. Это как виртуальные очки, где ты попадаешь в другой мир. Ты понимаешь, да, ты в теле, но вдруг ты видишь другой мир. Когда ты читаешь Слово Божие, ты видишь другой мир. Ты учишься у Него. Не так, что Он говорит, записывай в тетрадку, вот это делай, вот это да. Ты просто видишь, как Он поступает. Ты поступаешь так же. Иисус хочет сегодня такую церковь, которая похожа на Него. Да, это так. И правда и есть. Мы преображаемся в образ Сына Божьего. Давайте мы поднимемся. Сына Божьего.